Льняное масло для роста волос Раскроем все секреты шикарной шевелюры. Льняное масло, благодаря своим полезным и целебным свойствам, издавна применялось женщинами для достижения красоты волос, а также для здоровья организма в целом. Если есть необходимость в ускорении роста волос, устранения их сухости, тусклости и ломкости, данное средство с легкостью справится с указанными проблемами, а женщина будет гордиться своей шикарной шевелюрой. Данная статья раскроет все секреты льняного масла для роста волос. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как получают льон является распространенной культурой, и поэтому найти масло из этого растения не составит особого труда. Получает масло путем обработки семян разными способами, а именно прессование семян холодным способом. Благодаря данному методу масло льна не теряет свои полезные свойства, ведь семена обрабатываются без оповышенных температур и химических препаратов. Прессование семян горячим способом. Процесс добывания происходит путем помещения семечек в специальный аппарат, который одновременно измельчает и нагревает сырье. Из-за высокой температуры множества витаминов и полезных веществ масло нейтрализуется. Метод экстрагирования. Обработка семечек производится в два этапа с помощью специальных растворителей и дистилляторов. Часть полезных составляющих готового продукта теряются. Состав и полезные свойства. Целебность данного продукта заключается в его уникальном содержании и множество полезных элементов. В масле можно найти высокое содержание витаминов А, Е, Ф и разнообразие витаминов группы В. Жирные ненасыщенные кислоты омега-6 и омега-3 оказывают положительное действие на кожу головы. Используя данный источник красоты регулярно исчезнет проблема перхоти, наладится жировой баланс кожи. Волосы начнут расти быстрыми темпами, не огорчая их обладательницу сечением кончиков. Противопоказания использовать продукт льна можно как наружно, так и путем употребления его внутрь. Однако существуют некоторые противопоказания и предостережения, которые исключают возможность его применения, наличие аллергической реакции на лен. Опасно как при наружном применении, так и внутрь, гормональные нарушения. Прием льна повышает уровень эстрогена, нарушение свертываемости крови. Масло льна разжижает кровь, желчно-каменная болезнь и другие проблемы желчного пузыря, заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Правила использования применения наружно для того, чтобы волосы оздоровились, следует питать их различными масками на основе льняного масла. Это может быть как масло в чистом виде, так и с добавлением эфирных масел и других ингредиентов. Благодаря усилению действий лей проникновения эфиров и витаминов в кожный покров, лен широко используется для приготовления средств ухода как основа. Секретом красивой и пышной шевелюры может послужить добавление нескольких капель льна в шампунь либо бальзам для волос во время мытья головы. Прием внутрь, чтобы повлиять на красоту и здоровье волос изнутри, льняное масло широко используется для приема внутрь. Необходимо на протяжении длительного времени натощак выпивать одну столовую ложку целебного эликсира. Данную процедуру проводят за 20 минут до приема завтрака ежедневно. Специалисты рекомендуют принимать масло в течение месяца, затем делается перерыв на аналогичный срок. По необходимости курс следует повторить. Рекомендуем прочесть продукты питания, стимулирующие рост волос. Особенности нанесения для достижения максимального эффекта от маски на основе льна требуют знать правила ее нанесения. Маску следует массирующими движениями втирать в кожу головы. Такая манипуляция не только насытит кожный покров полезными элементами, но и улучшается кровообращение за счет массажа. Больше информации о пользе массажа кожи головы читайте на нашем сайте, затем масло распределяется по всей длине волос. Когда средство нанесено, голову закутывают полиэтиленовой пленкой, сверху тепляя полотенцем по истечении нужного времени, примерно 1-1,5 часа. Волосы моют обычным способом. Для профилактики достаточно делать такие маски раз в неделю на протяжении 3-х месяцев. В фото до и после рецепта масок ниже представлено несколько полезных рецептов для достижения хороших результатов. В уходе за волосами маска для роста волос. Необходимо взять 3 столовые ложки измельченного в кашицу лука. Добавляется 1 стакан, ложка меда и 2 столовые ложки льняного масла. Все ингредиенты смешиваются и втираются исключительно в кожу головы. Через час маску нужно смыть с применением шампуня и ополоснуть волосы яблочным уксусом. Процедура позволит волосам стать гуще, пышнее и крепче. Рекомендуем подробнее ознакомиться с полезными свойствами и эффективностью лука для роста волос. Маска от выпадения волос. Необходимо взять 2 стакана. Ложки масла льна следует смешать со 100 грамм. Теплого кефира 1 столовая ложка касторового масла 1 час. Ложка димексида и 5 капель эфирного масла розмарина, лимона либо подобного. Наносится на корни и распределяется по всей длине волос, укутывается и выдерживается около полутора часа. Регулярное применение маски позволит значительно сократить число выпавших волос. Корни станут крепче, а волосы здоровее. Маска против тусклых и секущихся волос. Необходимо взять 1 столовую ложку подогретого масла перемешиваться с 1 яичным желтком. Взбить, нанести равномерно на волосы и утеплить на час. После процедуры вымыть волосы шампунем. Такой нехитрый рецепт подарит волосам неизабываемой блеской шелковистость. Чтобы волосы быстро росли, рекомендуем сменить обычный шампунь на шампунь для роста волос, шампунь «Лошадиная сила» для роста и укрепления волос, шампунь для роста волос, алирана, дегтярный шампунь для роста волос, шампунь и активатор. Рост из тела Тиум Юник, шампунь «Реви Ворпе». Эрфект с инновационным компонентом, шампунь «Хайр Джаз» для роста волос, подарок для ваших волос из Франции. Полезные видео «Рост волос». Как получает лен является распространенной культурой, и поэтому найти масло из этого растения не составит особого труда. Получает масло путем обработки семян разными способами, а именно прессование семян холодным способом. Благодаря данному методу масло льна не теряет свои полезные свойства, ведь семена обрабатываются без повышенных температур и химических препаратов. Прессование семян горячим способом. Процесс добывания происходит путем помещения семечек в специальный аппарат, который одновременно измельчает и нагревает сырье. Из-за высокой температуры множества витаминов и полезных веществ масло нейтрализуется. Метод экстрагирования. Обработка семечек производится в два этапа с помощью специальных растворителей и дистилляторов. Часть полезных составляющих готового продукта теряются. Состав и полезные свойства. Целебность данного продукта заключается в его уникальном содержании и множество полезных элементов. В масле можно найти высокое содержание витаминов А, Е, Ф и разнообразие витаминов группы В. Жирные ненасыщенные кислоты омега-6 и омега-3 оказывают положительное действие на кожу головы. Используя данный источник красоты регулярно исчезнет проблема перхоти, наладится жировой баланс кожи. Волосы начнут расти быстрыми темпами, не огорчая их обладательницу сечением кончиков. Противопоказания использовать продукт льна можно как наружно, так и путем употребления его внутрь. Однако существуют некоторые противопоказания и предостережения, которые исключают возможность его применения, наличие аллергической реакции на лен. Опасно как при наружном применении, так и внутрь, гормональные нарушения. Прием льна повышает уровень эстрогена, нарушение свертываемости крови. Масло льна разжижает кровь, желчнокаменная болезнь и другие проблемы желчного пузыря, заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность. Правила использования применения наружно для того, чтобы волосы оздоровились, следует питать их различными масками на основе льняного масла. Это может быть как масло в чистом виде, так и с добавлением эфирных масел и других ингредиентов. Благодаря усилению действий лей проникновения эфиров и витаминов в кожный покров, лен широко используется для приготовления средств ухода как основа. Секретом красивой и пышной шевелюры может послужить добавление нескольких капель льна в шампунь либо бальзам для волос во время мытья головы. Прием внутрь, чтобы повлиять на красоту и здоровье волос изнутри, льняное масло широко используется для приема внутрь. Необходимо на протяжении длительного времени натощак выпивать одну столовую ложку целебного эликсира. Данную процедуру проводят за 20 минут до приема завтрака ежедневно. Специалисты рекомендуют принимать масло в течение месяца, затем делается перерыв на аналогичный срок. По необходимости курс следует повторить. Рекомендуем прочесть продукты питания, стимулирующие рост волос. Особенности нанесения для достижения максимального эффекта от маски на основе льна, следует знать правила ее нанесения, маску следует массирующими движениями втирать в кожу головы. Такая манипуляция не только насытит кожный покров полезными элементами, но и улучшается кровообращение за счет массажа. Больше информации о пользе массажа кожи головы читайте на нашем сайте, затем масло распределяется по всей длине волос. Когда средство нанесено, голову закутывают полиэтиленовой пленкой, сверху утепляя полотенцем по истечении нужного времени, примерно 1-1,5 часа. Волосы моют обычным способом. Для профилактики достаточно делать такие маски раз в неделю на протяжении 3 месяцев. Рецепты масок ниже представлено несколько полезных рецептов для достижения хороших результатов в уходе за волосами. Маска для роста волос. Необходимо взять 3 столовые ложки измельченного в кашицу лука. Добавляется 1 стакан, ложка меда и 2 столовые ложки льняного масла. Все ингредиенты смешиваются и втираются исключительно в кожу головы. Через час маску нужно смыть с применением шампуня и ополоснуть волосы яблочным уксусом. Процедура позволит волосам стать гуще, пышнее и крепче. Рекомендуем подробнее ознакомиться с полезными свойствами и эффективностью лука для роста волос. Маска от выпадения волос. Необходимо взять 2 стакана. Ложки масла льна следует смешать со 100 грамм. Теплого кефира. 1 столовая ложка кастрового масла. 1 час. Ложка димексида. 5 капель эфирного масла. Размарина, лимона, либо подобного. Наносится на корни и распределяется по всей длине волос. Укутывается и выдерживается около полутора часа. Регулярное применение маски позволит значительно сократить число выпавших волос. Корни станут крепче, а волосы здоровее. Маска против тусклых и секущихся волос. Необходимо взять 1 столовую ложку подогретого масла. Перемешивайте с одним яичным желтком. Взбить, нанести равномерно на волосы и утеплить на час. После процедуры вымыть волосы шампунем. Такой нехитрый рецепт подарит волосам неизабываемой блеской шелковистость. Чтобы волосы быстро росли, рекомендуем сменить обычный шампунь на шампунь для роста волос. Шампунь «Лошадиная сила» для Рост и укрепление волос Шампунь для роста волос Али Рана Дегтярный шампунь для роста волос Шампунь и активатор Рост истилатиум Юник Шампунь Реви Ворпе Эрфект с инновационным компонентом Шампунь Хайер Джаз для роста волос Подарок для ваших волос из Франции Полезный видеолианой масла для волос Рост волос Продолжение следует...